Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня планирую заняться отделкой помещений. Это небольшая комната. И что касается отделочных материалов, то изначально рассматривал вагонку, имитацию бруса и гипсокартон. Отделка вагонки уже немножко приелась, но отлично для меня, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Ну а что касается гипсокартона, то после его отделки требуются еще мокрые работы. Это штукатурка, шпаклевка. Для меня это тоже тяжело и долго. В итоге решил сделать отделку стен панелями гипсокаркас. Сами панели гипсокаркас делаются либо на основе гипсокартона, который подходит для большинства помещений. Это зал, спальник, колидор. Также на основе ГСП гипсотрушной плиты, когда от стены требуется более высокая прочность. И плиты на основе стекломагнезитной плиты. Это для мокрых зон. Кухня, ванная. Декоративный внешний слой наносится промышленным способом на плитное основание. Это основание износостойкое и имеет множество текстуры. Дерево, мрамор, бетон, текстиль. Мы с супругой выбрали панели под обои. Также хотел сказать, что при прямом попадании солнечных лучей, обои начинают переливаться золотистым цветом. Когда освещения мало, то они приобретают светло-бежевый и уютный оттенок. Я уже сделал одну стену и сейчас вам покажу готовый результат. Итак, вот что у меня получилось. Сделал одну стену. Как видим, потолок у меня будет неровный, немножко под углом. Но, в принципе, с панелями работать одно удовольствие. Друзья, ну а теперь хотелось бы показать, как крепятся данные панели к стене. Сразу хочу сказать, что все работы нужно выполнять вдвоем. И первое, что мне потребовалось, это я сделал обрешетку. Здесь есть небольшой нюанс. То есть каждый вид панели имеет свою ширину. У меня панель на основе гипсокартона и у нее ширина 120 мм. Следовательно, под этот размер я и делал обрешетку. Ну а дальше я вам покажу, как режется панель. При помощи каких профилей эти панели крепятся. Я думаю, для многих будет интересно. Усаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Поехали. 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 а сейчас покажу как устанавливается последняя панель здесь у меня закреплен брусок затем сделал небольшой промежуток и здесь снова брусок в этот промежуток у нас будет вставляться панель то есть вот таким вот способом она вставляется и здесь уже буду крепить на эль профиль прожимать то есть данную панель эль профилем после монтажа панелей на данной стене нужно переходить на следующую стену сейчас в углу закреплю эль профиль вот как выглядит эль профиль как видим он у нас под цвет панелей и теперь его закреплю в угол и прижму им одну из наших панелей профиль буду крепить вот на этот брусок но угловой как мы помним здесь у нас было два бруска и между ними уже вставляли панель теперь прикрепляем профиль вот таким способом и подтягиваем его к панели а сюда уже зайдет у нас новая панель прикрутил эль профиль и теперь вот таким вот образом наш панель будет сюда вставать будет сюда вставать будет сюда вставать 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 итак закрепил панели на двух стенах закреплял все при помощи вот таких омега профилей и сейчас нужно будет нарезать в размер вот такие заглушки они идут в цвет панелей и крепится на защелках в омега профиль вот таким вот способом и а и и и и и и Вырезать под окно буду обычной ножовкой по гипсокартону. Друзья, ну и вот как получилось в итоге. Как видим, стены получились светлыми. Монтируется панель очень быстро. Результатом, конечно, я очень доволен. Ну и вот как выглядит рисунок поближе. Как видим, при попадании прямого солнечного света он переливается золотистым цветом. Когда нет такого прямого света, то рисунок приобретает такой уютный бежевый оттенок. Друзья, ну и давайте подведем небольшой итог. С панелями работать мне понравилось. В данном случае мы закрепили 4 панели и наша стена готова. Если бы все это делал при помощи вагонки, либо имитации бруса, то, естественно, время намного дольше бы мне потребовалось. Также можно было все это дело обшить обычным гипсокартоном, но тогда бы пришлось прибегнуть к мокрым работам. А это шпукатурка, шпаклевка, покраска, поклейка. Для меня это сложно и тоже требует огромных сил и огромного количества времени. Из плюсов хотелось бы отметить то, что мне требуется огромное количество инструментов. В данном случае мне понадобился канцелярский нож, шуруповерт, уровень, провила, пилка по металлу и пилочка по гипсокартону. Я думаю, у каждого мастера в наличии в мастерской, либо дома такой инструмент имеется. Также хотелось отметить систему крепления панелей, которая позволяет люфтить панели по направляющим. В итоге мы избегаем трещин в каркасном домостроении. Но хотелось бы отметить, что панели предназначены не только для каркасного домостроения, но также можно использовать в домах из пеноблока, кирпича и также можно производить отделку в квартирах. Что касается длины панелей, то панели бывают 2,5, 2,7, трехметровые. Я выбрал трехметровые, потому что у меня максимальная точка 3 метра. Некоторые скажут, что у меня было много отходов, но опять же хотелось заметить, что всю отделку под окнами, над окнами, над дверью я делал при помощи данных обрезков. В итоге у меня получилась отделка без отходов. Сами панели я крепил на омега профиль, но если вы зайдете на сайт производителя, ссылочку я оставлю внизу под описанием, вы там увидите не только широкий ассортимент, но и также другие способы крепления панели. Это и наш профиль, и наклей. А мы на этом будем заканчивать. Напишите в комментариях, как вам такая идея отделки стен, какие вы для себя выявили плюсы, какие минусы. Всегда раз выслушайте, ответь на ваши комментарии. Также в ближайшее время планировал отделать потолок такими панелями гипсокаркас. Напишите в комментариях, будет вам интересно такое видео или нет. Ну а мы на этом заканчиваем. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!